Привет, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о тех трудностях с переездом, если вы вдруг решите переехать в другую страну, почему-то, по какой-то причине, что вас ждёт, и вообще, задумайтесь, стоит оно того или нет. Итак, смотрите, сейчас почему-то из нашей страны, из России, и достаточно много людей хотят уехать по каким-то разным причинам, очевидным достаточно. Уехать, в принципе, не проблема, границы пока открыты, всех отпускают. Если у вас нет никаких проблем с долгами, гигантских по алиментам, каким-нибудь и так далее, то, в общем, вас выпустят без всяких проблем. Вот, но выпустили вас, куда можно уехать? Можно уехать легко через Верхний Ларс в Грузию, на машине буквально, можно самолётом, вот, можно в Казахстан без проблем вообще уехать или улететь в Турцию, самолёты летают до сих пор в Арабские Эмираты, кто побогаче, вот. Проблема с деньгами, проблема с деньгами. Смотрите, самая дорогая часть в этом смысле с переездом – это билеты. Ну вот я, в частности, сейчас в Эквадоре, тут шумновато, конечно. Вот, а я сейчас в Эквадоре нахожусь, самая дорогая часть – это билеты. Если вы хотите, ну, как бы, вот, страна без виз, вообще вся Южная Америка – это без виз, полный, вот, но сюда достаточно трудно добраться. Самая дорогая часть – это билеты, конечно. Мы летели через Кубу, до Кубы билет стоил что-то там в районе 60 тысяч рублей. Я летел с женой, 60 плюс 60, значит, 120 тысяч рублей. Но мы летим в Кубу, значит, дальше у нас цель, ну, куда-то Южная Америка, там, Эквадор и так далее. 60 тысяч рублей – это достаточно дешево для того, чтобы, так сказать, такой далекий рейс совершить. Соответственно, дальше у нас прямо в аэропорту спрашивают, а надолго ли вы здесь и куда вы собираетесь дальше. Обратный билет надо иметь. Мы показываем билет, что мы улетаем из Кубы куда? В Боготу, в Колумбию. У нас уже был билет куплен в Боготу, в Колумбию. Где вы будете жить, мы снимаем помещение через Airbnb сейчас, наиболее популярный сервис. Мы снимаем помещение на Кубе. Ну, мы решили так, что, в общем, вы знаете, здесь джетлаг, так называемый, то есть разница во времени огромная, она 8 часов составляет. Поэтому для того, чтобы пережить это дело, требуется какое-то количество времени, несколько дней. Во-первых, во-вторых, мы ни разу не были на Кубе, и мы решили остановиться на Кубе на 4 дня, чтобы все эти трудности с переходом на новое время пережить. Итак, у нас есть помещение на 4 дня снятое, и у нас есть обратные билеты из Кубы до Боготы. Но в Боготе такая же ситуация, значит, соответственно, с нас требуют обратные билеты. Куда вы летите? И обратные билеты. Я даже не помню, спрашивали у нас жилье или нет в Боготе, но билеты в Боготу у нас были. И когда мы летим в Боготу, мы спрашивают, а что дальше с вами будет, и, значит, надолго ли вы? Вот, поэтому у нас были билеты уже на момент, когда мы сели в Боготу, у нас были билеты, в смысле, из Боготы в Эквадор. Когда мы летели из Боготы в Эквадор, мы в Боготе пробыли 5 дней, соответственно, у нас уже были билеты, купленные из Эквадора. Из Эквадора, как вы понимаете, мы не особенно собирались, ну, торопиться, по крайней мере. Вот, поэтому в Эквадоре мы тоже взяли билеты из Эквадора. Дальше, ну, ближайшая страна здесь, это Перу, Лима. И, более того, мы туда собираемся, вот, но не сейчас. Поэтому там билеты мы купили с возможностью возврата. И, ну, прилетели сюда, в общем, здесь нам понравилось. В принципе, мы оформили возврат, пока не получили. Смотрите, билеты из России на Кубу стоили 120 тысяч рублей, то есть 60-60 примерно. Из Боготы до Эквадора 300... Стоп! Из Куба до Боготы 374 доллара. И сюда, ну, тоже примерно так же, нет, по-моему, там поменьше, там 180 долларов вроде стоили билеты до Киту. Вот, то есть, вот такие расходы, это в районе, все вместе получается где-то в районе 200 тысяч рублей добраться до сюда. Или 300, там, уже не помню точно. Ну, похоже, что 200 все-таки получилось. Это очень дешево. Я, когда прикидывал, у меня получалось 400 тысяч рублей сюда, на двоих. 200 тысяч на одного человека. Вот, ну, получилось у нас дешевле, там, 100 с небольшим тысяч. Это не самое главное. Самое главное дальше. Самое главное дальше, значит, деньги. Деньги, на которые вы будете жить здесь. Смотрите. Можно вывести до 10 тысяч долларов на каждого человека, не декларируя их вообще без проблем, наличными. Но 10 тысяч долларов – это огромная сумма, ну, по местным меркам. Вот, поэтому, во-первых, это наличные, как в кармане везете, да? Во-вторых, значит, надо понимать, что Южная Америка – это страны с высоким, вообще, Южные Американские страны с высоким уровнем криминала. То есть, вас легко могут ограбить. И если вы летите, скажем, если вы иностранец, то, как бы, лакомый кусочек, я понимаю это дело. Вот, для грабителей здесь есть такое дело. Наличка – это всегда сложности. Это всегда сложности. 10 тысяч долларов – это немало. Вот, это сложности. У нас не было таких денег наличными. Вот. Это сложности всегда. Их надо куда-то прятать. Я советую прятать деньги в разные места, в разные чемоданы, в разные рюкзаки, в разные, так сказать, ручной клади. Вот. Для того, чтобы… Ну, есть надежда, что сразу все у вас не отберут. Хотя могут. Вот. Поэтому это очень-очень такая вот сложная процедура. Ну, не то, что сложная процедура. Надо как-то спрятать и ухитриться свои деньги. Понятно, что когда вы вот со всеми этими деньгами там из аэропорта едете, понятно, что все, что у вас есть, это все у вас. Поэтому здесь есть какая-то вот такая опасность. Ее надо просто как-то, ну, предусмотреть и по возможности минимизировать. Каким образом? Ну, вызывать такси я узнавал, вот, просто когда я ехал, да. Такси ауторизада, да, то есть авторизованное такси, значит, там оно записывается где-то и так далее, и так далее. Либо вызывать такси через Uber. Когда вы вызываете такси через Uber, то оно фиксируется, естественно, фиксируется ваш аккаунт, фиксируется та машина, на которой вы едете, и, соответственно, все это вполне себе безопасно. Вот, потому что, ну, как бы, если вы пропали, то будут искать уже таксиста точно. Случайно такси брать не стоит. Вот. Такая же проблема с карточками банковскими, но она меньшая проблема. Потому что, смотрите, ну, у меня, в частности, деньги на карточках, на банковских, лежат банковские карточки иностранных банков. Вот. Ну, скажем, ну, там, работает карточка Казахстана, она кругом работает, ее никто не блокировал, естественно. Карточка Кыргызстана работает, то же самое, пускать, работает, никаких проблем. Есть еще грузинская карточка. Вот. Прежде чем ехать, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы это у вас было, чтобы у вас были карточки. Если у вас их нет, ну, обратитесь ко мне в личку, я вам... Ссылка будет в описании, значит, все мои контакты там вы найдете. Наверное, я смогу помочь рассказать, как оформить эти карточки. Ну, с грузинской совсем сложно, надо ехать лично. Вот. Другие карточки можно даже без личного визита, говорят, оформить. Вот. Поэтому вот эта вот вещь... Ну, карточки лучше чем, потому что, ну, если у вас наличку украли, то ее с концами украли. Карточку, если украли, в принципе, тоже. Смотрите, карточку украли, деньги ваши не пропали, но... Но. Карточки нет, ее не восстановить. Потому что для того, чтобы ее восстановить, нужно все вот это вот делать. Значит, там заново восстанавливать. Либо выезжать в ту же Грузию, Казахстан, Кыргызстан. Вот. Либо как-то это дело организовывать так, чтобы ее доставили сюда. Это процесс, это длительный. Поэтому все карточки должны тоже лежать в разных местах. С собой носим только одну карточку. Вот. В принципе, собственно говоря, все. Если карточку украли, то это не значит, что украли деньги. Потому что с карточкой должна украсть ваш телефон. Вот телефон, это важнее всего. Телефон. Потому что у вас там стоят сим-карты соответствующие. И это доступ в интернет. И это, ну, возможность как-то переводить деньги и так далее, и так далее. Здесь, если вы украли телефон с сим-карты, то, в общем, это катастрофа, я думаю. Вот. Потому что, ну, как вы восстановите сим-карту МТС, например, да, как у меня. Ну, здесь сложно это сделать. Вы знаете, как я делал в Богате? Там достаточно стремно все. Ну, говорят, по крайней мере. Вот. Когда мы шли, и я думал, что, в общем-то, есть опасность какая-то. Да, я брал телефон с собой, но у меня несколько телефонов, как бы сотовых. Вот. Телефон мне нужен для того, чтобы ориентироваться на местности. Я поставил программу GeoTracker. Вот. Там карта закачана, и, значит, она фиксирует все мои перемещения, на спутнике завязанном. Там мне нужен интернет для того, чтобы фиксировать мои перемещения, и поэтому я могу спокойно ориентироваться в любом городе. Это очень важно. Вот. Потому что, ну, телефон нужен. И для GeoTracker абсолютно не нужна сим-карта. Вот в чем дело. Поэтому я просто брал, вытаскивал сим-карты, оставлял их в жилье, где мы снимали, и мы шли просто с телефонами. Вот. Как бы. Идешь с телефоном, ну, как бы, когда нужно, вытаскиваешь его, и все. Вот. К счастью, ничего такого не произошло. В общем, ну, в принципе, говорят, что это возможно. В Латинской Америке это все возможно. Вот. И очень важно, что следующее по деньгам, что сколько бы денег вы не взяли с собой, у вас они когда-то кончатся. Если у вас нет источников поступления денег, куда бы вы ни поехали. То есть, вам нужно иметь источник дохода. Если вы не можете зарабатывать удаленно, или через интернет как-то, или вообще, ну, как бы, в интернете, то, и вы привыкли, например, ну, там, работаете на заводе на каком-то, или там, где-то еще, вот, по найму, значит, за оклад, и это единственный ваш источник дохода, то, соответственно, что вы уходите с работы, ваш источник дохода прекращается. И если вы в России, то, как бы, ну, вы ищете новую работу сразу, да, но если вы уезжаете, скажем, в Грузии, до хренушки вы найдете работу, позаботьтесь об этом заранее. То есть, если у вас нет возможности зарабатывать в другой стране, и вы заранее это не продумали, никаких шансов. То есть, не стоит уезжать, то это просто, ну, глупое решение, у вас нет денег, и вы уехали, ну и что? Ваши деньги очень быстро кончатся. То же самое про Казахстан могу сказать, хотя с Казахстаном вроде попроще. Там еще как-то можно, говорят, найти работу. В Грузии вряд ли вы найдете работу. Язык, опять же, грузинский язык для того, чтобы там жить, скажем, в Казахстане, в Грузии, в Армении, наиболее популярные страны, вам не нужно знать местный язык, потому что там многие говорят на русском языке, а здесь проблем нет, вот, а в других странах вам требуется язык. Но, если вы хотите устроиться на работу, то без языка вам будет очень сложно. То есть, как минимум, английский надо знать хорошо. Лучше несколько языков. Лучше свой язык и, ну, в смысле, местный язык и английский. Вот так. Вот. Тогда еще есть какие-то шансы, может быть, но, в общем, скорее нет, чем да. Когда я выжил в Эквадор, я интересовался этим делом, работой. И тут есть чат соответствующий, вот, соответственно, все говорят, что работу здесь, ну, как бы, можно найти, наверное, если знаешь, тем более, испанский язык. Но, в общем, не стоит на это рассчитывать вот так. То есть, нужно обеспечить себе какой-то источник поступления денег. Лучше, если он не будет зависеть от места вашей работы. Вот это вот очень-очень важно. Потому что, сколько бы денег вы ни взяли, они всегда кончатся. Они всегда кончатся когда-то. И достаточно быстро. Вот. Ну, что касается расходов, сейчас вот уже немножечко усаканивается у нас, более-менее. То есть, мы уже немножечко понимаем. Вот. Смотрите. Здесь, в Эквадоре, да и в Колумбии тоже, можно снять квартиру где-то за 400-500 долларов в месяц. В принципе, это будет хорошая квартира. Хорошая квартира. Теперь, сколько мы тратим на еду? Ну, мы немного едим, готовим дома, скажем, в основном. Ну, 10 долларов в день мы не вписываемся. Получается чуть-чуть больше. Там 12-13 долларов в день. Это чисто на еду. Но не забывайте, что есть еще транспорт. Транспорт здесь недорогой. Вот. И потом когда-то потребуется расход на одежду и так далее, и так далее. Там медицина, может быть. Поэтому эти расходы тоже надо учитывать. Вот. Ну, и того получается где-то, что... Ну, 500 плюс 400 – 900 долларов в месяц. В принципе, вот на двоих теоретически можно прожить. В принципе, ну, не так, чтобы плохо. Вот так скажем. Не так, чтобы плохо. Вот. Потому что это жилье есть, хорошее жилье за эти деньги можно снять. Ну, так... Не общего, скажем так. Вот. Ну, там, какое-то помещение. Вот. Скажем, ну, есть спальня, есть гостиная, там, столовая и так далее, и так далее. Все это есть за такие деньги. Вот. И в нормальном районе, кстати. В ненормальном районе можно и за 300 снять в месяц. Тоже неплохое жилье, но район будет не очень. Вот. Поэтому... Ну, вот считайте. Считайте. Ну, скажем, 900 долларов в месяц. На сколько месяц у вас хватит денег? Вот так. Поэтому, значит, нужно обеспечить какой-то вот доход через интернет. Почему я поехал сюда? Потому что я не собираюсь. Ну, по крайней мере, получится, получится, не получится, не получится. Понравится, не понравится. Значит, там, не понравится, вернусь. У меня были доходы через интернет. Значит, это монетизация на ютубе. Вы сейчас смотрите меня на ютубе. Пожалуйста. У меня шла монетизация. Была реклама, была монетизация на ютубе. И, в принципе, если это дело развивать, а это дело у меня развивалось, все потихонечку шло. Вот. Монетизация на ютубе шла. И, в принципе, там доходило до 500 долларов в месяц. Это монетизация. То есть, вот он, пожалуйста, заработок через интернет. Он не зависит абсолютно от того, где я нахожусь. Но монетизацию для России отменили, поэтому я поехал сюда для того, чтобы ее восстановить. Вот. Сейчас я этим активно занимаюсь. Для того, чтобы раскрутить всякие вот эти вот штуки на ютубе, значит, есть масса всяких соцсетей. Это ТикТок, который в России заблокирован. Это Фейсбук. Очень мощный инструмент для развития. Но в России он просто запрещен. Считается вообще экстремистской организацией. Здесь все это работает, естественно. Я все это восстанавливаю сейчас. Инстаграм тоже мощнейшая система для раскрутки, для набора подписчиков, для монетизации. Тоже все это работает здесь. И поэтому я здесь. Потому что это мой заработок. Он через интернет. Опять же, продажа через интернет. Я долго изучал это дело. И я понимаю, как это происходит все. Что происходит. Как можно зарабатывать через интернет. То есть монетизация – это не самое главное, не единственный способ заработка через интернет. Есть масса других вариантов заработка через интернет. То есть продвигать какие-то товары. Потому что все эти соцсети, они созданы для того, чтобы продвигать бизнес в интернете. Понимаете? И я всегда этим занимался. И вот сейчас я, в принципе, вот так как в России все это заблокировано, поэтому я здесь. Потому что я намерен все это восстановить. Пока еще у меня, ну, скажем так, бюджет отрицательный. Вот. То есть приход меньше, чем расход. Пока еще. Пока. Ну, потому что я, во-первых, не все восстановил. Я даже не восстановил монетизацию на YouTube еще. Это достаточно сложный процесс. Потому что я должен подтвердить проживание здесь и адрес здесь, и, соответственно, какие-то банковские реквизиты тоже. Вот. Это достаточно долгий процесс. Адрес приходит физически, письмо. Пока еще до этого далеко. Вот. Поэтому, ну, это процесс. По крайней мере, здесь все работает. Вот. Поэтому этим я занимаюсь. И надо зарабатывать в интернете. Еще один заработок в интернете – это трейдинг, например, да, запросто может быть. И какие-то еще другие виды заработка в интернете. Просто, ну, они существуют. И если вы собираетесь как-то вот, ну, какие-то мысли у вас такие ходят, типа, не свалить ли куда-нибудь, то, в общем-то, я думал об этом, так сказать, долго. Я искал заработок в интернете, я, ну, вы понимаете, долго этим занимался, активно достаточно. Ну, я записал даже небольшой курс, совсем такой простенький, как зарабатывать в интернете. Вот. Там общие идеи, общие идеи о том, как зарабатывать в интернете, как раскручивать, что такое, ну, там, SEO-таргетинг, ну, продвижение, вот, как набирать подписчиков достаточно быстро. Понимаете? Это очень важные вещи. Ну, не знаю, если... Если у вас есть такие мысли, я думаю, что этот курс будет полезен вам. Он совершенно доступен, абсолютно. Я думаю, что я продолжу этим заниматься и запишу новый, так сказать, вариант этого курса. Потому что, ну, вот сейчас я здесь и уже с новыми знаниями, с новыми навыками буду делать это здесь. Эти навыки важны чем? Тем, что вы в интернете зарабатываете. Значит, смотрите, вы находитесь, например, в какой-нибудь Грузии, Армении, вы запросто можете, у вас есть интернет, вы можете зарабатывать через интернет из Грузии и Армении, например. Русскоязычная аудитория, она огромна. То есть, вам не надо даже знать английский язык. Вам просто подключаетесь к интернету и все. Ребята, и вы работаете. Вот, поэтому это очень важно. Ну, ссылочка на этот курс будет там... Да прямо сейчас вы увидите, значит, там все мои контакты. И там есть все ссылки, которые есть. Еще один способ заработка через интернет, это трейдинг, конечно же. Значит, на бирже. Пожалуйста, если кого-то увлекает это, я этим занимаюсь уже больше, там, 10 лет. Там у меня очень хороший курс, прямо скажем, по трейдингу. Это биржа для чайников и опционы. То же самое. Я приезжаю в другую страну, здесь все работает, ребята. Здесь все работает. Вот. То есть, второй вариант заработка – это трейдинг, продажи через интернет, монетизация. Вот. Вот такие вещи. Ну, а для того, чтобы... Да, в принципе, вот все, кто здесь есть, я узнавал, ну, они как бы вот именно этим и занимаются на самом деле. Зарабатывают деньги через интернет. И это вполне, ну, решаемая проблема. Нужно только просто постараться, потрудиться и все. И все. И вот все проблемы решены. И вся эта проблема в том, что есть два потока, да, есть расход денег, есть приход денег. Важно, чтобы они были сбалансированы, чтобы приход ваших денег компенсировал ваши расходы. Вот и все, собственно говоря. И все проблемы будут решены. Ну, о том, как я решаю эти проблемы, я, наверное, еще буду рассказывать. Поэтому оставайтесь на моем канале, подпишитесь сейчас, лайк, подписка. До встречи. Я надеюсь, что, ну, какие-то... Будет полезен контент, во-первых. А во-вторых, если у вас есть вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. И если будут вопросы какие-то, которые я не учел здесь, то, соответственно, я сниму просто новое видео на эту тему. На сегодня все. Лайк, подписка. До встречи. С вами был Демитков Юрий. А Солнце находится прямо сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok